Всех приветствую, дорогие друзья, на своем канале. Сегодня выпуск поздний, практически полношный, потому что половина уже практически, опять же, 12-го ночи, естественно. Так вот, у Нивы Трэвел подвеска очень тихая. Вот смотрите, дорога сейчас у нас такая очень неровная, я так скажу. Это видно потому, как болтается телефон в моей руке. Снимаю на телефон, потому что светочувствительность у него хорошая. Вот, если я сейчас выключу вентилятор, который у меня работает на первой скорости, то вот вы можете слышать шумы, так сказать, обнаженные. То есть двигатель мы не слышим, подвеску мы не слышим. Немножко так дорожное покрытие отдается, но скрипов, стуков, ничего этого нет. Но не все бывает, друзья, так гладко. И сегодня я вам расскажу про один секрет. Вот если вы вдруг у своего нового автомобиля услышите скрип где-то впереди. Вот я сейчас вам просто расскажу, где его искать и как устранить. Это дело, ну не знаю, там пяти минут примерно. Никакой ВДшки, никакого силикона, упаси бог, ничего не надо. Короче, переходим к сюжету. Так вот, товарищи, если вы на своем автомобиле, переваливаясь через неровности на малой скорости, услышите вот такие вот скрипучие звуки, я надеюсь, было слышно, то не пугайтесь. Все нормально. Сейчас я вам покажу источник этих звуков. Итак, автомобиль глушим. И теперь нам надо, соответственно, определить источник вот этого вот неприятного скрипа. Доносился он спереди, с левой стороны. Соответственно, смотрим левую сторону. Для этого надо нам сделать следующее упражнение. Приседаем вот так вот на карте, как приседалочь. И, короче, смотрим на подвеску. Для начала ликбез. Значит, вот верхний рычаг, вот шаровая. Вот видите. Вот нижний рычаг там вот. И шаровая. Ну, шаровая нас не интересует. Машина новая. Вот. Нам надо определить, что же там скрипит такое. Ну, хотя тоже все может быть. Но в данном случае, короче, смотрите. За крыло берем и начинаем автомобиль покачивать. Вот так вот. И мы отчетливо слышим скрип. Вот. Скрипеть здесь может все что угодно. Где есть резинки. Скрип отчетливо резиновый. Соответственно, у нас вот есть... Так, вот там вот. Вот, пожалуйста, стабилизатор есть у нас. Там есть сайлент-блоки. Они могут скрипеть. У нас есть вот здесь вот сайлент-блоки. У нас есть вот там вот. Вот там вот сайлент-блоки. У нас есть крепление амортизатора. То есть, короче, чтобы не гадать, просто вот так вот берем и по очереди. Вот. Начинаем раскачивать, короче. И сразу же мы обнаруживаем источник скрипа. То есть, короче, объясняю алгоритм. Вот. Кладем руку сюда, допустим. Либо сюда. И начинаем раскачивать корпус. Где скрипит, там вы ощутите вибрацию. То есть, вот оно будет... Ну, в руку отдаваться вот будет. Если здесь, допустим, поставим, и здесь не скрипит, вы здесь таких вибраций не почувствуете. То есть, это явно очень определяется очень точно. Источник скрипа таким методом. Или на шару и там ставим, допустим, и прослушиваем. Либо на стабилизатор и так далее. Но в данном случае у нас скрипит вот этот вот сайлент-блок. А почему скрипят сайлент-блоки на новой машине? Правильно, потому что они не затянуты. Вот. Поэтому вооружаемся ключом. И, соответственно, так, на 22 там у нас. И, соответственно, подтягиваем гайку. Да, вот видите, у нас абсолютно она не затянута. То есть, услышали, заскрипело. Не ждем. Ничего не гадаем. Лезем, ищем. Либо на сервис. И, соответственно, ну тут вот, ну где в доступности, вот в такой вот, так скажем, в шагово. Это дело 5 минут. То есть, вот, пожалуйста. Все. Смотрите. Подтянули. Вот так вот. Можно еще колеса вывернуть дополнительно. Чтобы с большим усилием. Но я уже вам могу продемонстрировать. Вот смотрите. Сейчас я буду опять раскачивать корпус. Вот. И вы не слышите никаких скрипов больше. Важный нюанс. Сейчас, когда будете подтягивать эти гайки, машина должна стоять на земле. Желательно под нагрузкой. Можно даже человека в салон посадить. Почему? Потому что, если вы ее вывесите, если вы ее вывесите, у вас сайлент-блок подтянется, соответственно, в вывешенном состоянии. И когда вы машину опустите, подвеска сработает, у вас сайлент-блок будет в напряжении. То есть, резинка будет в напряжении. И она со временем от этого напряжения просто расслоится. То есть, сайлент-блок выйдет из строя у вас. И будет скрипеть постоянно. Пока вы его не поменяете. Поэтому, затягивать только на нагруженной машине. Для сайлентов, вот это вот, запомните. Основное правило. Вот так вот. Вот я вам все, в принципе, и рассказал. Ну, а как работает подвеска, вы слышали в начале ролика. Вот, без скрипа, без всего. То есть, это я чисто вот такой ликбез сегодня вам устроил. Показал, как искать источники. Потому что наткнулся где-то на обсуждение, чего может скрипеть. Вот, вот я вам показал. То есть, резиновый скрип. Смотрите, сайлент-блоки. Шаровые могут похожим образом скрипеть. Но, у них немножко другой характер этих скрипов. И на новой машине они у вас скрипеть не будут. Если только бракованная деталь. Вот так вот. Все, друзья. В общем, тянуть надо обязательно. Если услышали, вот здесь скрипит подвеска, ищите, ищите. Потому что это приведет в итоге к износу этот скрип. Все должно быть затянуто. Вот так. Так что, ну ладно, сейчас затяну по-нормальному. И вам, значит, покажу еще раз, что тут и как. Как это будет работать. Ну вот, смотрите, тоже место. И я еду на малой скорости. И слушайте. Ну вот, как видите, никаких скрипов вы не слышите. Потому что все подтянуто, все хорошо. Что паниковать не надо. Все это решается. Просто, видимо, где-то кто-то не дотянул гайку. Вот так. Все, пока. Багажники автомобилей Lada Niva Travel и Chevrolet Niva не славятся своей вместительностью. И уж тем более в них нет никаких ниш и органайзеров для того, чтобы хранить всю вот эту вот необходимую мелочевку. И спасает меня только органайзер от магазина Автомечта, который является не просто магазином, но и производителем. Органайзер просто кладется в багажник и не требует никакого дополнительного монтажа. Разрабатывался он с применением 3D сканирования и в точности огибают все сложные изгибы багажника Niva. Органайзер условно поделен на 4 зоны. Раз, два, три, четыре. Которые оснащены вот такими вот крышечками раздельными. А вот здесь вот есть вот такой вот столик, который можно выдвинуть и что-нибудь тут расположить. Внутри все пространство сообщается, а это ребра жесткости, чтобы здесь можно было спать и нагрузить сюда много-много всего тяжелого. Превращаем багажник в полноценное спальное место. Опционально органайзер оснащается вот такой вот яркой светодиодной подсветкой, которая осветит внутренности вашего бокса. Внимательный зритель заметит, что наш органайзер фактически бездонный. Это сделано для того, чтобы не скрадывать и без того маленький объем багажника. При рациональной укладке даже та куча вещей, которую я вам показал в начале ролика, помещается сюда без труда. И еще остается масса места. Секрет багажника Niva в том, что он не глубокий, но он высокий, потому что высота автомобиля большая. И за счет вертикальной загрузки вы сможете сюда запихать очень много. А заказать данное изделие можно по телефону, который появился сейчас на вашем экране, либо по электронной почте отправить заявку. Если вы проживаете в Москве, возможен самовывоз. И если вы проживаете в любом другом регионе России или ближнего зарубежья, доставим вам груз транспортной компании, либо почтой России. Продолжение следует...